Она очень такая, в том плане, интересная. Ну, допустим, почему я говорю, там с лисой, да, она, наверное, не может справиться. А оборону она, скорее всего, может. Она очень достаточно агрессивно ведет себя в гнезда. То есть она защищает гнезду. Смелая, отважная и редкая краснокнижная птица кричетка. В Алтайском крае ее можно пересчитать по пальцам, рассказывает орнитолог Виктор Петров. И добавляет, в регионе сегодня насчитывается около 350 видов крылатых. Некоторые, в частности, кричетка на грани исчезновения. Существенный фактор – это химизация сельского хозяйства. Скорее всего, она играет роль через кормовую базу. Потому что питается она насекомыми, соответственно, вот скорее всего. Здесь у нас химизация. Может быть, надо тоже смотреть пока. Но мы только вот в начале пути – это хищничество. Допустим, леса. Наша хорошая, интересная леса. У нее численность возрастает. И она явно, что может хищничать. То есть, ну, разорять не устает. На численность того или иного вида влияют и охотники. Если несколько лет назад весенняя охота в Алтайском крае длилась всего 2-3 дня, то сегодня все 30. Говорили орнитологи, что это фактор беспокойства. Извините, если вы заходите в угодье, вы уже беспокоите. А если вы еще и с ружьем стреляете при этом. Ну, сейчас 30 дней можно стрелять. И сейчас вот на местном уровне, так сказать, на оригинальном, вообще ничего решить нельзя. Я не знаю, с чем это связано. Задача орнитологов – изучение, подсчет и сохранение видового разнообразия птиц. Так, около двух лет назад ученые и общественники спасли птенцов ласточки. Застройщик приостановил строительство на речном вокзале. Птенцы смогли окрепнуть и улететь. Добились победы как профессиональные орнитологи, так и орнитологи-любителей в прошлом году, когда помогли заблудившимся краснокнижным пеликанам. Молодые пеликаны, снесло их ураганом осенью в районе Олейска, были там в других регионах. Да, местные жители, все там и мы так, в том числе, ездили, помогали там поймать их, отловить. И в итоге потом вылечили, выпустили обратно в то, в пеликане-заканик, где одно время они гнездились. Орнитологи издают специальные брошюры по краснокнижным птицам, запускают проекты по спасению крылатых и собирают средства на строительство питомников для восстановления редких видов. Неоценим их вклад, как ни странно, и в авиацию. В аэропортах есть специальный человек, который следит за численностью пернатых в зоне аэропорта. Благодаря такой работе две крылатые птицы не пересекаются. И ЧП во время взлета и посадки, как правило, удается избежать.